Калиф Хасид Был он мудрый и справедливый Калиф Хасид был правитель Багдада Все подданные его любили и уважали Хотя немало было у него и завистников Людей, которые хотели отнять у Хасида трон И вместо него жить в роскошном дворце Как-то раз после обеда Калиф отдыхал в своих покоях Он был молод, красив Калиф умен и богат Государство его процветало А что еще человеку надо? В такое время Хасида можно было просить о чем угодно И он все выслушивал благосклонно и не гневался Об этом хорошо знал его первый советник Визирь Мансор, который как раз зашел к Калифу И смиренно ждал, когда тот обратит на него внимание А, Мансор, здравствуй, мой верный визирь Пусть будут солнечными и радостными все твои дни О, мой высокочтимый повелитель Что это ты такой невеселый? Какая государственная забота тебя гнетет? О, мой государь! В нашем государстве все в порядке И печаль моя, увы, касается только меня одного Говори, друг мой Я готов разделить с тобой твои заботы Хожу по базарам, продаю диковинные товары Дело в том, что у ворот твоего прекрасного дворца Стоит бродячий торговец Который разносит по рынкам диковинные вещицы из разных стран То, что у меня возьмете, нигде больше не найдете Хожу по базарам, продаю диковинные товары Это интересно Но я не могу купить у него даже самую дешевую безделушку Потому что у меня кончились деньги А мне нечем за нее заплатить Хм, ты же знаешь, дорогой мой Что милости моей нет предела Вели рабу позвать к нам этого торговца Эй, раб, позови человека, стоящего у ворот Через некоторое время в царских палатах Появился полный человек В латаном-перелатаном пыльном халате За плечами он тащил огромный тяжеленный сундук Торговец поставил сундук у ног калифа Поклонился и по знаку властелина Открыл крышку Великий Аллах! Чего тут только нет! Все для вас! Все для вас! Ожерелье из жемчуга! О, это очень понравилось бы моей жене! А вот еще самоцветные персни А вот инкрустированные гребни для первых красавиц Багдада Мне нравится вот этот кинжал в серебряной оправе И еще золотые кубки Все для вас! Все для вас, мой господин! Все для вас! Мы берем вот по такому кинжалу И... И что взять твоей жене, Мансор? Я не смею, мой повелитель! Вот этот гребень, украшенный разноцветными камнями Я думаю, подойдет О, она будет счастлива, мой повелитель! Эй, раб! Насыпь торговцу полный кошелек золотых Не скупи! О, благодарю! Щедрый и вогущественный повелитель! Да воссияет твоя слава ярче самого солнца! Постой-ка! А что это за маленькая коробочка? Табакерка, что ли? Поклонившись еще раз Торговец протянул калифу маленькую вещицу В которой, на первый взгляд, не было ничего привлекательного Когда калиф открыл ее, то увидел, что она до самых краев наполнена непонятным черным порошком Сверху же лежал кусочек пергамента Совсем старого, пожелтевшего Весь он был исписан неизвестными знаками Подойди, торговец Подойди Скажи мне, что тут написано? Да пощадит меня великий калиф Да не отрубит он мне презренному голову Но я не отвечу на этот вопрос Я не знаю, что написано на этом пергаменте И боюсь, что никто этого не знает Но откуда у тебя эта коробочка? И зачем она? Она у меня уже давно О, мудрейший из мудрых Много лет назад мне эту вещицу дал один богатый купец И сказал, что сам он нашел ее на улице священного города Мекки О, если великий калиф пожелает, то я отдам ему эту безделушку даром Ведь если никто не знает, что с ней делать, так и цену ей назначить нельзя Раб, прибавь-ка ему еще десять золотых И проводи до ворот Нет предела щедрости твоей калиф Богдана Да процветает твой город вовеки веков Мансор Да, мой повелитель Как бы все-таки нам узнать, что здесь написано Не знаешь, кто бы мог расшифровать эти знаки? Мой всемогущий господин Я знаю, что у большой мечети живет один человек, которого зовут Селим В народе его прозвали ученым Он читает самые разные книги Уж если он не разберет, то не разберет никто Вели позвать его Быть может, он откроет нам тайну этого письма Когда повелитель отдает приказы, они выполняются незамедлительно И поэтому ученый по имени Селим Был в скором времени доставлен во дворец калифа Живи вечно, владыка Багдада Послушай, Селим Все говорят, что ты человек образованный и мудрый У меня есть одна рукопись Вот, посмотри на нее Сможешь ли ты разобрать, что здесь написано? Если сможешь, подарю тебе новый халат Не сможешь, прикажу дать тебе двенадцать палочных ударов по пяткам Это будет означать, что народ незаслуженно называет тебя ученым Да, воля твоя, господин Я все сделаю, чтобы исполнить твой приказ Селим отошел к окну и долго разглядывал свиток Калиф и визирь терпеливо ждали Пусть мой господин меня прикажет повесить Если это не латинский язык Латинский? Так латинский Главное, что именно там написано Попробую перевести Так, 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 кажется так О, смертный, ты держишь в руках этот пергамент Так возблагодари Аллаха, ибо милость его не знает границ Ибо вместе с этим клочком пергамента Тебе посчастливилось держать в своих руках Великую тайну Тайну? Что же ты замолчал? Продолжай При визире можно Я полностью ему доверяю Благодарю, господин Если ты понюхаешь черный порошок Из этой коробочки И произнесешь вслед за этим Священное слово Мутобор Ты сможешь превратиться В любого лесного зверя В любую небесную птицу Любую морскую рыбу И сможешь понимать язык Любого живого существа Которое только есть на нашей земле В небе и в воде Если же ты захочешь Вновь принять человеческий образ Поклонись три раза на восток И снова произнеси Священное слово Мутобор Мутобор Вот это да Спасибо, Селим, за такую новость Государь Это еще не все Не все, мой повелитель Тут еще сказано Горе тому, кто приняв образ птицы или зверя Засмеется Заветное слово навсегда исчезнет из его памяти И он уже никак не сможет стать снова человеком Помни об этом, смертный Горе тому, кто смеется не вовремя Теперь, высокочтимый, я все прочитал Благодарю тебя, Селим Ты не зря прозван ученым Иди Раб подарит тебе новый халат И отпустит с почестями Благодарю, государь Благодарю Благодарю Ну, что ты скажешь, визирь Удачную покупку мы сделали сегодня Теперь я буду знать все, о чем говорят в моей стране Не только люди, но даже птицы и звери С тех времен, как стоит Багдад Ни один калиф не смог достигнуть такого могущества Приходи ко мне завтра пораньше Мы пойдем погулять в дворцовый сад И проверим действия порошка На следующий день калиф проснулся чуть свет Засунул за поезд заветную коробочку И вместе со своим верным визирем вышел в сад Конечно, свиту они с собой не взяли Чтобы тайна порошка осталась никому неизвестной Благородный калиф Может быть, нам направиться к пруду? Там я недавно видел аистов Это очень забавные птицы Они всегда ходят с таким важным видом Словно они первые советники вашего величества А если ваше величество захочет То на них мы бы испробовали волшебный порошок И превратились бы в аистов И послушали их разговоры Отлично придумано, мой друг Мы так и поступим Возле пруда действительно расхаживал аист Он выискал лягушек и щелкал клювом Потом к нему прилетел еще один Смотри-ка Похоже, они сейчас заведут интересную беседу Давай повторим еще раз Что мы должны сделать, чтобы не забыть? Главное, не забыть, как снова стать людьми Три раза поклониться на восток И сказать Мутабор Калифа одолевал любопытство Он поспешно достал коробочку Раскрыл ее Взял оттуда щепотку порошка И протянул визирю Тот тоже опустил пальцы в коробочку И оба они зашмыгали носами Втягивая чудодейственный порошок Мутабор И тут же ноги их стали утончаться Превращаясь в истинные ходули И покрываясь красной кожей Красивые туфли С загнутыми носами Обернулись плоскими когтистыми лапами Руки превратились в крылья Шеи вытянулись А бороды вовсе исчезли Носы стали длинными-предлинными И к тому же такими твердыми Что на них можно было теперь опереться Как на палке Ну и длиннющий у тебя нос Друг мой Мансо За всю жизнь не видел ничего подобного Вот истинное украшение для великого визиря О, ваше величество Вы мне льстите Ай, как смешно Ты стукнулся о землю носом О, только не смейтесь Смеяться нам нельзя Я помню Надо вам сказать, великий повелитель Что и вы очень красиво выглядите Но, слышите, слышите Эти птицы о чем-то говорят Добрый день, дорогая длинноножка Еще так рано, а вы уже на пруду Мое почтение, уважаемая щелкунья Я специально прилетела пораньше Чтобы позавтракать свежими молодыми лягушками Надеюсь, вы составите мне компанию И отведаете лягушачью ножку Или головастика О, искренне благодарю вас Но мне сейчас не до завтрака Я иду вечером в гости Там будут танцы Поэтому я собираюсь повторить Некоторые сложные танцевальные фигуры И молодая Аистиха стала прохаживаться вдоль пруда Смешно подпрыгивая и пританцовывая Раскачиваясь вправо и влево И помахивая крыльями Это выглядело так уморительно Что калиф и визирь Забыв обо всем на свете Расхохотались во весь голос Эдакое представление не увидишь Ни за какие деньги Они испугались нашего смеха И улетели Жаль, мы испугнули их Великий государь Кажется, не к добру мы рассмеялись Ведь это же запрещено Пока мы обращены в птиц Мы смеялись совсем немного Может, еще не все потеряно Это была бы дурацкая шутка Если бы нам пришлось навсегда Остаться в этих перьях Мы должны трижды Поклониться на восток И сказать слово Му Му Мутороп 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 Как-то не так Похоже, но не так Вспоминай, вспоминай Муртубор Нет Мурбутор Нет, нет, нет Вспоминай Мурбурбур Все не то, не то Муртубур Мурбурор Муторор Мур Муробор Мут Кас Мутар Муртубур Нет Мута Мурудор Нет Бур Бурмбурор Термор Термор Нет, нет, нет Вспоминай же Муркуртатур Термор Мурфар Тур Как ни старались Калиф и визирь Вспомнить нужное слово Оно никак не возникало В их памяти И они по-прежнему Оставались аистами Угнетенные своим несчастьем День и ночь Ходили двете птицы По полям и лугам Своей страны Но так они смогли Избавиться от колдовства Крепко приросла К ним аистиная кожа Возвращаться во дворец Было бесполезно Ибо кто же поверит Двумаистам Что они первые люди Государства Да и не согласится народ Чтобы им управлял Какой-то аист А люди Увидев их издалека Начинали смеяться Над смешными птичьими повадками Как сами они Совсем недавно смеялись Над аистихами Я был повелителем судеб А сделался птицей смешной Меня восхвалявшие люди Смеются теперь надо мной Но верить в хорошее нужно И что ты там не говори Не важно какой ты снаружи А важно какой ты внутри А важно какой ты внутри Много прошло дней и ночей Калиф и визирь Подбирали с земли зерна И вырывали сладкие корешки Но даже под угрозой голода Они не могли себя заставить Есть лягушек и ящериц Обычную пищу аист Единственным утешением Служило то Что теперь они могли летать Кружа над Багдадом Они видели в какое смятение Впал город Ведь среди бела дня Пропали калифы визирь На четвертый день После их исчезновения На улицах Багдада Загремели барабаны И окруженный пышной свитой В город въехал на красивом коне Под красной парчою Человек В золототканном плаще Я, кажется, начинаю понимать В чем дело, Мансор Народ обезумел Мой повелитель Люди словно колдовами Они не могли так быстро забыть вас И ваши благодеяния Мне стыдно за них Народ действительно околдован Да и мы с тобой тоже, мой милый Мерза, сын моего злейшего врага Волшебника Кашнура Когда-то я прогнал его из дворца И он поклялся отомстить мне Я уверен, что это он подослал торговца Чтобы избавиться от меня И сделать правителем своего сына Что же нам делать, государь? Нам нужно лететь в священный город Мекку Там мы станем молить Аллаха Снять с нас злое колдовство Два аиста Поднялись с крыши дворца И полетели на восток Летели они медленно и неумело Словно птенцы Хотя на самом деле Были уже большими птицами Через несколько часов Визирь совершенно выбился из сил Да не хнычь ты, визирь О, мой повинитель Я не могу больше лететь За вами трудно угнаться К тому же уже темнеет И нам необходим отдых Ты прав Пора подумать о ночлеге Вон там, прямо под нами Я вижу какие-то развалины Пожалуй, в них можно укрыться на ночь Обломки колонн Узорчатые своды Похоже, когда-то здесь был богатый И знатный дворец Не очень приятное место О, мой великий господин Не подумайте, что я Великий визирь А тем более в облике Аиста Боюсь привидений Но мне как-то не по себе Мне кажется, здесь кто-то стонет И вздыхает Мы должны выяснить Что это такое Пойдем туда О, нет-нет-нет-нет-нет Вы не должны подвергать себя Неизвестной опасности Ваша жизнь слишком дорога Кому дорога моя жизнь, Мансор? Мой народ уже позабыл обо мне Теперь Багдад дорожит жизнью мерзы И все же мы с тобою не птицы Мы мужчины И нам не пристало бояться А поэтому идем Визирь было всыпился клювом В крыло своего господина Но Калиф рванулся в темноту И только несколько перьев Остались в клюве Мансора Ему ничего не оставалось Как последовать за своим повелителем Вскоре они различили в темноте дверь Калиф толкнул ее клювом И от удивления Остановился на пороге В тесной комнатке Освещенной тусклым лунным светом Проникавшим сквозь маленькое решетчатое окошко Сидела большая сова И горько плакала Слезы капали из ее кругло-желтых глаз Как крупные орехи Но увидев Калифа и Визиря Она обрадовалась И вскрикнув Захлопала крыльями Как маленькие дети хлопают в ладоши Потом она вытерла слезы И заговорила К удивлению аистов На чистом арабском языке Здравствуйте, дорогие аисты Как хорошо, что вы прилетели Как я рада Может быть, теперь Сбудется давнее предсказание Что аисты Принесут мне счастье Милая совушка Отчего ты так горько плачешь? Судя по тому, что ты говоришь по-арабски Сдается мне на самом деле Никакая ты не сова Похоже, мы с тобой в одной и той же беде Видимо, ты нуждаешься в помощи, как и мы Кто вы? Я Хасид Калиф Багдада Злой волшебник Кашнур превратил меня в аиста Чтобы отдать мой трон своему сыну Мерзе А это мой первый визирь Мансор О! Кашнур! Да, я вижу, что ваше горе не меньше моего Вы уже догадались, что я не была совой от рождения Откройся нам, расскажи свою историю Я единственная дочь властелина Индии Меня тоже заколдовал злой волшебник Кашнур Как-то раз он пришел к моему отцу И стал сватать меня за своего сына Мерзу Мой отец, конечно, ужасно рассердился И немедленно выгнал Кашнур И вот тогда Кашнур поклялся нам отомстить Он переоделся в старое платье раба И тайно проник в наш дворец Тем временем я гуляла по саду Мне очень захотелось спить Я кликнула этого раба И он подал мне какое-то питье Только я сделала один глоток Как тут же обернулась этой Некрасивой птицей Такой, какой вы видите меня сейчас Я попыталась закричать Позвать на помощь Но от страха голос не слушался меня А Кашнур схватил меня Принес в эту темницу И затворил навсегда Ты будешь жить здесь до скончания своих дней Будешь пугать всех зверей и птиц своим родством Впрочем, не теряй надежды на спасение Прекрасная принцесса Если кто-нибудь позарится на твою В совиную красоту И согласится взять тебя в жены Такую, какая ты есть сейчас С круглыми глазами Крючковатым носом И острыми когтями То ты снова станешь человеком А пока сиди Жди своего изборителя А сиди и плачь о том Что не вышло замуж за моего сына Если бы я снова стал мужчиной Я отомстил бы этому мерзавцу Из-за тебя Из-за себя Из-за своего визиря Но сейчас я беспомощен Совершенно беспомощен Проклятье Я жалкая длинноногая птица Не более того Мы никак не можем вспомнить волшебное слово Которое обратило бы нас в людей Слово? Ну а тогда, государь Не все потеряно Забытое слово можно узнать Можно узнать? И колдовские чары станут бессильны И быть может Тогда я тоже избавлюсь от беды Ведь не зря же мне предсказано Что именно аисты Принесут мне счастье Но как я могу узнать это слово? Где? У кого? У самого же Кошнура Великий калиф Кто заколдовал тебя Тот и спасет Дело в том, что раз в месяц Колдун и другие его знакомые колдуны Собираются здесь Среди развалин этого дворца В подземном зале Они пируют И хвастают перед друг другом Своими новыми злодеяниями Я часто подслушивала Их тайные разговоры Возможно, в следующий раз Кошнур будет рассказывать им о том Как он превратил калифа Багдада В аиста И случайно Произнесет Нужное тебе слово О, несравненная сова А когда? Когда будет этот следующий раз? Извини меня, великий калиф Но время их сборища я открою тебе Только при одном условии Говори Говори Ты же видишь, мы готовы на все Лишь бы снова стать людьми Не сочти за дерзость, господин Но ведь мне тоже хотелось бы избавиться От страшных чар волшебника А это возможно Только в одном случае Если один из вас Возьмет меня в жану Да Дело принимает неожиданный оборот Мы должны посовещаться Досточтимая сова Калиф Его первый визирь Вышли из комнатки совы И стали советоваться Вот что Мансор Жениться на сове Предложение не самое лестное Я, калиф Багдада Не могу себе такое позволить Поэтому жениться придется тебе О, мой повелитель У меня же уже есть жена К тому же я стар А вы еще молоды Жениться должны вы Тем более Это не сова А молодая прекрасная принцесса Если, конечно, ей верить Вот именно Если верить А если окажется, что это не так Нет, дорогой Мансор Я приказываю тебе Взять себе в жены эту сову О, да простит меня, мой повелитель Но лучше уж я навсегда Останусь аистом Чем возьму в жены Сану И делайте со мной Что хотите Да как ты смеешь В другое бы время Я тебя, конечно, казнил За непокорность Но сейчас Сейчас выбора у меня нет О, несравненная принцесса Я принимаю твое условие И даю тебе честное слово Калифа Что женюсь на тебя Как только стану человеком Благодарю тебя, великий Калиф Я понимаю, что это решение Далось тебе нелегко Узнай же Колдуны соберутся сегодня ночью Вы пришли как раз вовремя Идите за мной Я покажу вам дорогу Сова повела их по долгим темным лестницам и переходам И, наконец, остановила Возле пролома в стене Откуда вырывался яркий луч света Стойте здесь Но будьте очень осторожны Если колдуны увидят вас Все пропало Калиф и визирь Тихонько заглянули в пролом Там был огромный зал Хорошо освещенный тысячами пылавших светильников В центре стоял круглый стол За которым сидели восемь колдунов Собирайтесь силы черные Силы сильные и упорные Разгуляемся ужасно С нами встретиться опасно Варим сонные кореньки Варим граммы для забвения Заколдуем, всех обманем Миром править станем Ох, как мы дрожим, дрожим от радости Если удается сделать гадости Гадости, 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 гадости Гадости, гадости Гадости Наше дело вероломное Наше время, время темное Мы на всех нашим напасти Это в нашем классе Гадости, гадости, гадости Гадости, гадости, гадости Гадости, гадости Вот как мы дрожим Дрожим от радости Если удается сделать гадости Смотри-ка, смотри-ка, Мансор Вон тот человек Приходил к нам под видом торговца Теперь я точно узнал его Это Кошнур Ох, где были мои глаза раньше? Сегодня мне есть что рассказать вам В этом месяце у меня особенно большая удача Я перехитрил самого Калифа Ну да, ух ты! И его первого визиря Не может быть! И сделал правителем Багдада своего сына Мирзу Сына Мирзу, правители! Клянусь всеми злыми чарами На свете им никогда не вспомнить Слово, которое разрушит мое колдовство Да? Что же это за слово? Как интересно, что это за слово, Кошнур? Это слово... Ну? Мутабор Аисты Чуть не заплясали от радости Услышав нужные слова Со всех ног припустились они бежать Со страшного пира А сова летела за ними Выбравшись из подземелья Калиф остановился И три раза поклонился на восток Солнцу, выходящему из-за гор То же сделал визирь Мутабор! И перья слетели с них И клювы уменьшились Превращаясь постепенно в носы И шеи стали человеческими шеями А ноги Человеческими ногами О, мой повелитель! Я вновь вижу ваше лицо! Это ты, мой дорогой визирь Да, я обниму тебя Да, и пощупаю, ты ли это И у тебя нет больше перьев Позвольте сдуть с вашего плеча Вот это случайное перышко В честь такой радости Я даже не стану казнить тебя За непослушание Кстати, сова Я здесь, великий Калиф Я жду Ведь ты не обманешь меня Теперь ты человек Я не обману тебя О, мудрейшая и добрейшая сова Ты вернула мне человеческий облик И я благодарен тебе за это И в знак благодарности Я прошу твоей руки Будь моей женой И в тот же миг Сова из некрасивой птицы С круглыми глазами И крючковатым носом Превратилась в стройную царевну Можно понять радость Калифа Когда он увидел, что женой его будет Вовсе не сова А прекрасная девушка О, если бы я был аистом То пошел бы сейчас танцевать И подпрыгивать Как это делала аистиха Возле пруда Да, мне очень хорошо и весело Мой повелитель Все к лучшему, друг мой Если бы меня не постигло это несчастье Я бы не встретил Самую чудесную девушку в мире И не испытал бы великого счастья Поспешим же в Багдад Увидев своего прежнего Калифа Живым и невредимым Да еще с первым визирем И красавицей-невестой Жители Багдада высыпали на улицу И стали приветствовать его Как единственного своего правителя Ведь с тех пор Как во дворце поселился сын колдуна Жизнь их резко ухудшилась Поэтому они радовались возвращению Хасида Да здравствует Хасид! Мирза-самозванец! Схватить калифа-самозванца И его отца-кошнура Старого колдуна казнили Отрубив голову А его сына Мирзу Калиф заставил понюхать черного порошка И превратиться в аиста После этого его посадили в большую клетку И поставили посреди дворцового сада Конечно Мирза хорошо помнил слово Мутабор Которое помогло бы ему вернуть человеческий облик Но разумно рассудил Что сидеть в клетке Лучше все-таки в обличии птицы Да и безопасней А калиф Хасид Зажил весело и счастливо Со своей красавицей-женой И по-прежнему каждый день В минуты после обеденного отдыха К нему приходил его верный первый визирь И они беседовали о всяких важных делах И время от времени вспоминали О своем необычайном приключении Когда оба были аистами Какие б не выпали беды В себе доброту сохрани И зло не одержит победы Наступят счастливые дни Нам верить в хорошее нужно И что ты там ни говори Неважно, какой ты снаружи А важно, какой ты внутри А важно, какой ты внутри Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok